Здравствуйте! Вы смотрите новости. О самых важных событиях, произошедших в Оренбурге, расскажут корреспонденты ЮТВ и я, Роман Ланцев. И вот главные темы выпуска. На 2023 год запланирован доход Оренбургской области почти 126 миллиардов рублей. На какие сферы направят денежные средства? История любви и страсти. В Оренбургском театре драмы имени Максима Горького премьера. Об этом и многом другом смотрите далее. В Оренбурге произошел пожар в хостеле. Вечером 7 ноября поступило сообщение о возгорании в здании на Шарлыкском шоссе. Воспламенение произошло в одном из помещений на четвертом этаже девятиэтажного здания. После сообщения о возгорании в течение нескольких минут на место прибыли 10 пожарных расчетов. Уже в 23 часа распространение огня удалось остановить. Эвакуировано 647 человек. Все эвакуированные граждане Республики Индии. Пострадавших и погибших нет, сообщили в региональном МЧС. Как и в прошлые периоды, приоритет бюджета Оренбуржья на 2023 год – социальные расходы. На образование, медицину, культуру и другие сферы будет заложено 60% в бюджет. Об этом заявила министр финансов Татьяна Машкова. В 2023 год по доходам 125 миллиардов 925 миллионов рублей, по расходам в 2023 год – 144 миллиарда 916 миллионов рублей. Да, у нас есть плановый дефицит бюджета – 18 миллиардов 990 миллиардов. Несмотря на то, что бюджет 2023 года с дефицитом, это безопасно для Оренбуржья, считает Татьяна Машкова. Ведь уровень долга составляет не более 50% от уровня собственных доходов области. По словам министра финансов, жесткая долговая политика правительства за последние годы позволяет иметь такой дефицит. Большая же часть расходов – около 88 миллиардов рублей – будет направлена традиционно на социальную сферу. В 2023 году универсальное пособие на территории Оренбургской области получит около 125 тысяч детей. И на него будет направлено федеральный областный срез более 16 миллиардов рублей. Предусматривается на обновление объекта здравоохранения 2 миллиарда 386 миллионов рублей. Это более чем на 200 рублей сумма превышает объем текущего года. Прирост расходов на поддержку отрасли культуры составит 988 миллионов рублей или 40%. 3 миллиарда 395 миллионов рублей заложены в бюджете. Это самая большая сумма за много-много лет. По информации Министерства финансов, на поддержку экономики и бизнеса запланированы средства в размере 4,5 миллиарда рублей. В области растет число самозанятых. Их стало вдвое больше – с 20 до 50 тысяч. Платежи от них растут примерно на 10% в год. Граждане могут ознакомиться с проектом на сайте Министерства. Законодательное собрание рассмотрит главный документ региона 24 ноября в первом чтении. Елена Кудаева, Илья Сальников, Городской телеканал, ЮТВ. Приобрести знания и получить еще новую профессию? Легко. Сделать это поможет Российская Академия Народного Хозяйства и Государственной службы в рамках федерального проекта «Содействие занятости». Съемочная группа ЮТВ побывала в филиале Академии и узнала, как начать обучение и получить новую профессию бесплатно. Два года назад оренбуржец Александр Жмыхов вышел на пенсию и решил заняться охранным бизнесом. Руководя людьми, мужчина понял, что пришло время учиться еще раз и решил, что сделать это проще всего в Российской Академии Народного Хозяйства и Государственной службы. У меня специальное юридическое образование. Новое законодательство, оно стоит на месте, законодательство движется вперед. Новые акты, подзаконные акты, новые указы. И все это на сегодняшний день было преподано, изучено. Мой экзамен, естественно. Мужчина освоил программу профессиональной переподготовки управления безопасностью организации в рамках федерального проекта «Содействие занятости». Ну, это уникальная программа на сегодняшний момент, которая, наверное, на территории Российской Федерации, только у нас в Оренбурге проходит. Ну, прежде всего, это антитеррористическая защищенность. Это новые требования к охранным предприятиям, новые требования к заказчикам, которые мы предъявляем по антитеррористической защищенности со стороны сотрудников, которые находятся у меня. У них у всех есть рекомендации, у них есть документация, согласно которой они будут действовать в случае возникновения той или иной чрезвычайной ситуации. И именно этот курс обучения мне позволил это все сделать. В меняющемся мире важно быть готовым учиться и узнавать новое. Это поможет не только прослыть образованным, но и быстро сориентироваться, если вдруг придется сменить привычную профессию на новую. Востребованы программы как основу государственного муниципального управления, менеджмент в образовании, охрана труда. Пользуется спросом программы 1С-бухгалтерия для безработных, которые понимают, что они могут пройти обучение в течение нескольких месяцев, получить профессию и быть востребованными на рынке труда. Оставаться конкурентно способным помогает федеральный проект «Содействие занятости», оператором которого в регионах России и является Российская академия народного хозяйства и государственной службы. Поэтому наша съемочная группа отправилась в Оренбург, чтобы узнать, как получить новую профессию в одном из филиалов академии. Уже второй год реализуем программу подготовки и повышения квалификации отдельных категорий граждан, под которых фактически нацелено, ориентирован данный проект. И мы только в 2021 году около 1000 граждан обучили по более чем 30 программам повышения квалификации и переподготовки. Естественно, это очень важно, потому что это востребовано. За текущий год это 2500 человек и есть люди на очереди. Сам процесс обучения не занимает много времени. Например, чтобы овладеть бухгалтерским инструментарием, не придется тратить несколько лет за партой. Это могут быть либо курсы повышения квалификации, тогда они ограничиваются 16-72 часа. Если это переподготовка, в этом случае 256 часов, либо 504 часа. Например, курсы повышения квалификации по 1С бухгалтерии. Курсы помогают слушателям освоить азы бухгалтерского учета. То есть лекции, даже если читаются, весь теоретический материал отрабатывается на практике. То есть всю практическую основу, во-первых, читают преподаватели практики, которые не понаслышке знают об этом. Во-вторых, возникают очень часто вопросы из практики, и мы все эти вопросы разбираем. Это федеральное средство, это абсолютно бесплатно, это федеральный проект. Поэтому для нас важно то, что гражданин не тратит свои деньги. Чтобы начать учиться, многого не потребуется. Достаточно подать заявку на специальном сайте и подтвердить ее на портале «Работа в России». А после пройти профориентационный тест в Центре занятости населения. Порядка 30-40% трудоустроились, нашли свою профессию. Около 40% сохранили свою работу и получили дополнительный функционал в рамках полученной квалификации. И отдельные категории граждан, которые сейчас завершают обучение, но у них уже есть понимание, где они найдут свое применение на рынке труда. Получить бесплатно новую профессию еще не поздно. Заявки на обучение по федеральному проекту «Содействие занятости» принимаются до конца ноября 2022 года. Егор Полторыхин, Наталья Богданова и Олег Николаев, телеканал ЮТВ. Эмоции, метание, любовь, сложности взаимоотношений и риски. В Оренбургском театре драмы имени Горького снова премьера. На этот раз постановка московского режиссера Бориса Морозова «Месяц в деревне». На спектакли побывали и корреспонденты ЮТВ. Бабушка, 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 смотри, что? Комедия «Месяц в деревне» впервые на сцене Оренбургского драматического театра. В постановке сразу несколько любовных треугольников и борьба. Борьба друг с другом, с самим собой и друг за друга. Это, собственно, не комедия, а повесть в драматической форме, писал о своей пьесе Тургенев в «Современнике». Об этом же говорит и режиссер-постановщик. Пьеса «Месяц в деревне» – комедия не в чистом виде. Это, скажем, не комедия Островского. Или, скажем, не комедия Николая Васильевича Гоголя. Это Тургеневская комедия. Она ближе к пониманию комедии Антона Павловича Чехова. Поэтому сказать так в чистом виде – да, это смешно, конечно, но и грустно. До последней редакции у пьесы были другие названия – «Студент» и «Две женщины». Главная героиня – Наталья, супруга богатого помещика, которая понимает, что влюблена в приезжего молодого учителя. Те же чувства испытывает и Вера, ее юная воспитанница. А сам Беляев, тот самый студент-учитель, не симпатизирует ни одной из них. Но в его душе томится некая восторженность с элементом благодарности к Наталье, что такая женщина обратила на него внимание. Он, во-первых, нравится своей молодостью, своей заразительной энергией. Он же фактически приезжает сюда в деревню и взрывает всю жизнь. Он здесь весь уклад поднимает, баламутит все это болото. И, к сожалению, не самые хорошие последствия даже от этого происходят. Он может быть в силу своей молодости, энергии кипучей, немножко эгоистичен, но в то же время очень человечен. В нем есть совесть. В нем очень много намешано таких качеств, которые при подготовке к роли нужно было у себя вытаскивать. Очень интересный персонаж. Еще один конфликт возникает в душе самой Натальи. Она понимает, что готова выдать веру за 40-летнего доктора, который легко идет на компромисс со своей совестью ради выгоды. Конечно, очень нравится и очень близка. Я думаю, это обычная женщина, которая влюбилась, инфицирована любовью в этом спектакле. Я, говорит, детский батюшка, не знаю, кого люблю. Эмоции, метание, любовь, сложность взаимоотношений и риски – все это зрители почувствовали на себе. Великолепная игра актеров, на мой взгляд, и великолепная постановка. Сюжет не похожий вообще, мне кажется, ни на что. То детство, куда мы хотим возвратиться, вот сейчас в последней сцене, оно удалось. То, о чем мечтают многие взрослые, мне кажется, оно получилось. И почему так редко говорим о Тургеневе? Почему так мало мы говорим в школе? Вообще, мы забываем его. Мне кажется, что говорить о пьесах Тургенева очень важно. Спектакль будет идти до 21 декабря. Билеты можно приобрести на сайте Драматического театра и в кассах города. Роман Ланцев, Валерия Поносова, Илья Сальников, городской телеканал ЮТВ. На этом у меня все. Еще больше новостей читайте в нашем телеграм-канале ЮТВ Урен. С вами был Роман Ланцев. Всего вам доброго. Оставайтесь на ЮТВ. Субтитры создавал DimaTorzok